Самое интересное, что пишут, неоднократно пишут, пришлите чертежи, типа генератора и так далее, и так далее. Но в своих статьях, которые касаются источник жизни, я неоднократно писал, что этот генератор не имеет физической формы вообще. То есть, вот они стаканы, не бутылочка и так далее, он вообще не имеет формы. Я специально сделал так, чтобы показать, можно создать что-то, что реально влияет на физический мир, весьма реально, без какой-либо физической формы привычной для человека. То есть, полностью создана из темных материй, так называемых, из тех других, 90% материи, которые существуют в Вселенной, которые никто щупать не может. Оказывается, если пощупать правильно, знать как и что щупать, то получается весьма неплохо. Вот, поэтому здесь задача в том, что для того, чтобы изготовить пока, к сожалению, кроме меня, эти генераторы, к сожалению, не построить никто. Не потому, что я монополию заимел и не хочу делиться. Во-первых, потому что для того, чтобы создать, нужно иметь определенное качество, наработанное. Это первое. Понимать, что нужно с этим генератором делать, что должно происходить с растениями, к примеру, или с другими живыми организмами. Как управлять процессами. Прекрасно понимать механизмы, все процессы, происходящие в организмах живых, включая даже микроорганизмы. Для того, чтобы все в нем управлять и добиваться того эффекта, который нужен. А эффект, как видите, скоро я в следующую главу, статью выложу на источник. Будет, думаю, непопытно. Оно покажет, что весьма реальный эффект. То есть, к примеру, плодоношение, допустим, происходит круглый год почти всех в культур. При 20 градусных морозах зреет клубника сантиметров 7-8 длиной и такого диаметра, 4-5 сантиметров. При морозе, под снегом, раскапывая снег, свежая клубника, зеленые листики и так далее. Просто, опять-таки, законы природы нужно понимать. Их не нужно природу завоевывать. Нужно природу понимать. Почему, допустим, плоды созревают даже зимой? И солнца мало, а клубника, потом фотографию увидите, поймете, что это созревает с разреза показанной, специально фотографировались, где прекрасно, что полностью созревшая клубника как раз созревает как в мае, в июне, на высаженной почве. То есть, зрелая полностью структура плода полностью, идеально созревший плод. То есть, понимаете, минусовая температура есть? Есть. Естественно, при минусовых температурах, естественно, циркуляция происходит медленно. Нравится нам, не нравится, да? И естественно, что раньше была проблема, когда добился, чтобы древесный сок не замерзал при 20-25 градусах мороза. Но процессы шли все равно медленно. Как обойти их хитростью применить? Ну, здесь нельзя, здесь в огурке, законы нельзя нарушать, законы можно обхадать, да? Как в этом случае я обошел закон природы? А очень просто. Я создал так, чтобы генератор влиял на древесный сок растений, который попадает в поле влияния. Чем меньше температура, тем выше текучесть. Понимаете, что такое текучесть, да? То есть, более высокая текучесть, уже не важно, что минус, текучесть компенсирует минусовую температуру. И движется сок с такой же скоростью, как при 20-30 градусах Цельсия плюсовых. С такой же скоростью движется при минус 20, выше 25, пока минус не было, поэтому не могу сказать. Я говорю только то, что есть. До 25 градусов это происходило при обледелении полном, когда все заледенело было и так далее, так все это происходило. Продолжает двигаться, так уже скорость, как и летом. И плоды созревают, крупные и так далее, не только клубники и так далее, и так далее. Понимаете, вот пример, то, что когда понимаешь закон природы, его можно действительно обойти. И то, что природа не могла создать, потому что для того, чтобы создать такое, нужно понимать, что минусы замерзают жидкости и гибнет растение при этом. Не было возможности тренироваться, потому что любое растение, которое, допустим, тропическое, которое существовало в тропических зонах, попадая, допустим, в холодные климатические зоны, погибало. Потому что временной адаптации не было. Это уже тысячелетия, десятки тысячелетий набрали. В результате чего? Природа не смогла создать того, что, допустим, растения могли цвести и плодоносить круглый год. Вот к тому же самое интересное, вечно зеленые растения, красные были более эффективны. Потому что голосеменные, они привыкли в нее, в листвичные растения, они сбрасывают листья. Ну, это уже природа заложила, они в них не сбрасывают. Хотя тоже плодоносить много раз. Но именно вечно зеленые, как раз, наиболее интересное проявление показывают. Потому что у них идет постоянно, круглый год идет обновление листьев, и плоды идут круглый год почти каждый месяц. Допустим, вот, к примеру, обезьянье дерево или аукария, аукария, так сказать, в природе, в источных условиях, начинает плодоносить где-то 60 метров высотой. То есть 75-100 лет после возраста, начинает плодоносить. У нас после высотки самое старое было 10-11 лет растения, а другие были 3-4 годика. Так вот, 3-4 годика стали плодоносить быстрее, чем на 11-летние. И теперь каждый месяц новые плоды приносят. То есть круглый год, в течение 12 месяцев и так далее. Но это тоже будет показано.